В зоне платят мало, а работать заставляют много. Такой стереотип зачастую складывается у обывателя. Насколько он справедлив, журналистам предложили проверить лично и пригласили в пресс-тур в колонию. Труд добровольно-принудительный. Наверное, так можно охарактеризовать работу в исправительном учреждении. Это колония номер три в Кинишме. Здесь отбывают наказание 504 впервые осужденные женщины. Сидят, как правило, от двух до 18 лет, а это существенная прибавка к стажу. В этой колонии работают все трудоспособные. Основное производство – швейное. Оно же самое распространенное в системе УФСИН. Наибольший процент занятости спрежденных дает именно швейное производство. Место небольшое занимает. За каждой швейной машинкой закреплен свой работник. И на небольшой, скажем так, площади можно трудоустроить максимальное количество работающих. Объем выпуска товарной продукции у нас за первый квартал составил 55 миллионов. 70% из которых – это изделия легкой промышленности. В колонии производят спецобмундирование, форменную одежду для внутренних нужд уголовно-исполнительной системы и для заказчиков гражданских. Клиенты продукцию за решетки любят. Шьют тут качественно и в срок. Одних видов больше 40. В нескольких цехах производство полного цикла от проектирования до пошива готового изделия. Это конструкторская лаборатория. Автоматизированная. В базу компьютера задаются лекалом с помощью вот этого дигитайзера. В компьютере уже в самом конструктор задает точки размножения, по которым размножаются эти лекалы по ростам на больший или на меньший размер рост. После этого размножения на одно изделие делается раскладка этих лекал. Она, в принципе, делается на компьютере, но все равно вручную. Лекала дальше поступают в раскроечный цех. Следом заготовки – в швейный. Татьяна в колонию попала в начале 2015-го сроком на три года. Как и большинство осужденных, прежде шить не умела. На воле работала кондитером. Здесь ее обучили. Смены – семь часов. Трудиться надо шесть дней в неделю. Больничные оплачивают, ровно как и отпуск. Татьяна в колонии на хорошем счету. Получает около 8 тысяч рублей зарплаты. Говорит, стимул трудиться есть. И стремление есть, и желание есть. Просто вот некоторые женщины, допустим, находящиеся здесь, не всегда, то есть им помогают родственники из дома. Также они рассчитывают на свою помощь. Они живут этим, зарабатывая здесь. На это живут. Каждый месяц ребенок у меня получает почти по 3,5 тысячи. То есть все это отправляется домой. У кого-то есть иски, у кого-то есть элементы также. То есть это тоже все вычитывается. На руки денег осужденные не получают. Сумму переводят на личный счет. Из 7,5 тысяч рублей в среднем часть идет на оплату питания, коммуналки, вещевого удовольствия. Конечно, из суммы вычитают подоходный налог. Если есть долги по алиментам, и в сухом остатке наличный счет попадает немного. Основной процент – это питание и коммунальные услуги. Сангена – это очень маленький процент. Ну и, соответственно, кто сколько заработал. Больше двух тысяч на руки. Но в процентном отношении, конечно, сказать сложно. Каждый месяц по-разному. Ну, порядка, может быть, процентов 20. На каждую осужденную есть норма производимой продукции. За хорошую работу полагаются ежеквартальные поощрения. Предоставляет руководство колонии и возможность подзаработать. Ищет коммерческие заказы. Если брать тогда тот год, 2016-й, не было ни одного дня, чтобы швейное производство колонии не работало. Каждый день были обеспечены заказами. Условия все созданы, чтобы приобрести профессию. Ну, в частности, вот швейную есть профессиональное училище. Все работают, зарабатывают деньги. И, как говорится, когда работаешь, время быстро летит. Без работы не сидят. В день в этом цехе могут произвести от 150 до 300 единиц продукции. Тем не менее, многие в зоне работают неохотно. Знают, что если норму не выполнят, разницу с затраченным удовольствием доплатит государство. Свои доходы любят сравнивать с зарплатами швей на воле. Видимо, забывая, что в колонии осужденные прежде всего перевоспитываются. В том числе, трудом. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иванова, Кинишма.